olin pastastres мы видели прошлом году ваши интервью и вы говорили что готовятся воину новую альбом書ка пожалуйста вот прошло уже год и альбом не всевży лет . сказал по этому поводу у вас какие-то проблемы вы не можете сосредоточить у вас нет вдохновения музы или у вас проблем разогласи с участниками что происходит инкорстве мы сможем стебли ваших альбомов ваших новых записей по 3 ссылкам что может pem наповод Да. Так, Фрау, скажите, пожалуйста, как продвигаются дела в группе? Ну, дела в группе продвигаются хорошо. Наш новый альбом до сих пор не записан. Но, возможно, это просто временное явление, и когда-нибудь наши 17 песен увидят этот никчёмный свет. Ну, как-то так. А то, что альбом до сих пор не вышел, это зависит от вас, от вашего соучастника Bloody Rocket, или это совместное какое-то решение не упускать альбом, или это всего лишь обстоятельства? У нас на альбоме было 17 песен. Про сиськи, про малафьё какую-то, про сладкий хлеб, про луну, про норвежский лес. То есть раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, тринадцать, четырнадцать. Нет, нет, двенадцать, двенадцать песен. Куда пять песен делись? В смысле, что значит делись пять песен? У нас же было 17, вы говорили, что у нас было 17 песен. Ну, было 17 песен, осталось 12. Пять спиздили. Что значит спиздили? Ну, просто взялись, спиздили. Спиздили? Кто спиздил? Ну, у нас на студии много кто работает, там, не знаю, Варк проходил, может он спиздил. У меня как раз новый альбом вышел, что-то я там слышала, похоже. Похоже, да? Ну, весьма. Значит, вы хотите сказать, что Варк Виккин спиздил ваши песни? Ну, я, конечно, не могу это прямо так взять и утверждать, но... Конечно же, музыка, она исходит из души, из сердца. Нужно для этого дать руку, там, какой-то нужен кровавый ангел или кровавый гель на ходе конец, все что угодно. Тем не менее, для того, чтобы стать песню, нужны какие-то сподвижки или специальные условия. Конечно, безусловно, у нас есть песня одна. И, кстати, у нас есть песня в разработке, и вот с собой у меня есть как раз материал этой песни. Вот. Эта песня эксклюзив, она была написана несколько дней назад. Вот я вам даже могу сейчас зачитать некоторые строчки этой песни, вам нравится? Конечно. Называется она «Дубист, но один шрам». Я знаю, что вы на одной из студий вместе с группой «Блют Энгель». Могли, может быть, это они спиздили вашей песне? Ну, я не знаю. Возможно, и они могли, потому что, в свою очередь, мы пиздим их песни всегда. Они об этом должны догадываться. Я Ганс Хритих. Иншульдиву Зимергите. Мама. Алло. Нет, я ему звонила, он не... это, недоступен еще. Если что будет, я с тебя перезвоню. Ну, что, диму из Горбита. Так, вот, наша новая песня «Дубист, но один шрам». История этой песни очень интересная. Она целиком сложена из личных ощущений. А вот этот красивый дяденька, такой Крис Хармс из группы «Lost of the Lost», мне кажется, мы видели ваши совместные фотографии. Вы в газетах печатали? Да. Вы вместе на «Титаник» ходили? С Крисом Хармсом? Это вы ходили на «Титаник» с Крисом Хармсом. Я не ходила с Крисом Хармсом на «Титаник». Слушайте, вы знаете человека, который ходил на «Титаник» с Крисом Хармсом? Да, это «Блоди Рокет». Вот, например, смотрите, здесь есть такие слова. «Дубист, но райны шлампы, он дофангизат их хасаник». Или вот, есть просто предложение, я очень горжусь этим. «Дубист, но райны шлампы, он еден так, вон их дайн профаль бит гезен хабе, вон стих мир дас душ трипс». Вы понимаете? Расскажите, пожалуйста, у вас есть какие-то интересные сведения о вашем соучастнике «Блоди Рокет», мы хотим знать. Он гей. Он гей? Да. Это он? Не уверена. Вы не знаете? Ну, предложение есть. «Орнф мус займ». Ну, какой современный человек не знает, что такое «Орнф мус займ», вы понимаете, да? Да. Или смотрите, вот. «Вас хас дуфер дайн патрин ангемак». Вот, и, кстати, вот эта песня, она скоро должна выйти. Смотрите, предложение. «Вифель ойра хоста дайна», там, что-то там. Вот, понимаете, да? Замечательный. Мы будем ждать эту запись. Да. А культа секс был замечен, ну, не то, что постыдный, а такой интрижки вместе с Кимом Карлсоном. А, ну, в такой пикантный интрижке. Пикантный интриж. Один раз он выступал с нами на одной сцене обнажённым, вот. И вы тоже были обнажённые? Нет. Это у нас была такая фишка, что, как бы, одетые... Чёрт! То есть полностью облачённые женщины, и при этом обнажённый мужчина. Это символизирует восхождение власти матриархата и уход мужчин в подполе. Ну, как-то так. И вот, дело в том, что у Кима такая проблема, он не может отступать полностью облачённых женщин. То есть он может, но ему надо как-то прикрываться, там фиговый листочек или носочками связать. И оккультный секс, значит, прикрывал, ну, то самое место. Ну, короче, то, что я держала, это ещё ни о чём не говорит. Ах! Ах, зооо! Ах, зоо! Иншульдингун зимирбита, ага. Зоо, айнаюбберашенка. Да, до Германии, помню, дошло, да. Там не очень много... В Галите, до перка у Драйхаби было немножко об этом. Дошло, значит, до... Молодого человека, по соответствии, значит, по заместительнику, плутоническим партнёром оккульта секса, Иркутский петь, как... Молодой человек родом из Иркутска, он сложен как бог, обладает, значит, волосами в лучших немецких традициях, всё, он очень талантливый, ну, это жених, понимаете, это жених. Ну, грубо говоря, у человека почти что свадьба расстроилась. И просто, когда выйдет ваш альбом и выкинул вообще? Ну, сложно ответить на этот вопрос, потому что не всё в этой жизни зависит от воли людей, к тому же от воли таких людей, как Бладди Рокки, так и культа секса, понимаете? Нет. Так, ну, когда-нибудь он, конечно, выйдет. Сейчас мы могли быть в степи, записывать наш альбом, из-за того, что вот просто журналисты раздули дундутку, какая там была пикантная интрижка, а в самом деле пикантной интрижки никакой не было. Вот, а так раздули, что просто наш имидж топтали грязь. Это журналисты, я не могу не планировать.